Вращение и постоянные движения по кругу с этой каруселью. Ансамбль «Василёк» покорил не одну сцену в прошлом году. Лауреат первой степени в мистерии танца, гран-при на конкурсе «Музыки свет». Совсем недавно старший состав коллектива вернулся с хореографического состязания «Талант года» с очередными наградами, где доказал, сложные элементы, которые выполняют дети, не всякий профессионал осилит. Большинство коллективов уже ориентируются на современную хореографию, на эстрадную хореографию. Мы тоже это танцуем, но я считаю, что детки должны все-таки знать свою культуру, свои истохи, свои народное творчество. Алексей Механиков и Иван Колесников – единственные мальчишки в старшем составе коллектива. Хорошо ладят с девчонками. У Лёши среди многочисленных родственников больше 20 сестер. Народные танцы, признаются юноши, не только к белорусской культуре приобщают, но и физическую форму развивают не хуже, чем футбол или тренажерка. Танцы очень хорошо развивают мускулатуру ног. Это очень полезное занятие. Также можно обогатиться духовно, ну и завести много друзей. Кроме карусели, ансамбль представил на конкурсе еще один оригинальный танец – «Ля ног». На столичной сцене его исполнили 42 юных артиста, средний состав коллектива. Конкуренция была сильная, и несмотря на это, васильки очаровали судей. В награду – диплом лауреата второй степени в номинации «Стилизация народного танца», фирменная статуэтка и бесплатное участие в международном конкурсе в Болгарии. Сегодня в «Васильке» хореографию изучают более двух сотен человек – от трех до шестнадцати. Наталья Зиновенко – бессменный руководитель танцевального детища. Оттачивает технику и пластику ребят до совершенства. За заслуги своих подопечных на конкурсе «Талант года» Наталья Михайловна тоже получила награду, как лучший педагог. Когда я сидела в зале, смотрела выступления моих старших детей с танцем «Карусель», за мной незнакомые мне люди говорили, что это профессионалы, это они учатся в колледже искусства. А я сидела, и мне так было хотелось стать. Это мои простые, обычные детки, которые работают в самодеятельности, занимаются в простом клубе. И вновь плотный график репетиций. В апреле коллектив отправится штурмовать сцену в Санкт-Петербурге на конкурсе «Праздник детства». В планах ансамбля пошив новых костюмов и новый набор в состав. Очень ждут тут ярких и талантливых, особенно мальчиков. Елена Кутузова, Иван Боровой, Бобруйск, 360.